Это Любовь Соболь. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении экстремистской 282 статьи Уголовного кодекса. Согласно законопроекту, уголовная ответственность будет наступать только после повторного нарушения. За первый экстремизм в интернете можно будет привлечь только по административной статье. Если человек снова запостит экстремист в течение года после административки, то тогда на него можно будет завести и уголовное дело. Законопроект про новую административную статью за экстремизм Путин тоже внес. В качестве санкций там штраф до 20 тысяч рублей, обязательной работы до 100 часов и арест до 15 суток. В России действует статья, по которой вас могут посадить за пост или картинку в интернете. Это статья 282 Уголовного кодекса возбуждения ненависти или вражды или как ее еще называют статья за экстремизм. Так было и год и два назад, но в последнее время к этой теме оказалось приковано большое внимание. Одно из самых громких дел – дело Марии Матузной, девушки из Барнаула, который судят из-за сохраненных в контакте мемов. Ее уже сейчас, до приговора, внесли список экстремистов и террористов. После этого ей заблокировали счета и сильно усложнили жизнь. Список террористов из-за мемов. Вот так работает система. И вот, наконец, 282-ю статью решили смягчить. В целом, это хорошая новость. Руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков написал, что после вступления в силу этих законов уже заведенные уголовные дела по 282-й статье должны быть закрыты. Об этом же заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал эти законопроекты. Он сказал, что таким образом исправляется проявление маразма. То есть несколько лет людей пугали, обыскивали, сажали из-за постов и картинок в интернете. Полиция, следствие и многие другие были заняты в этом процессе и власти, конечно, знали о нем. А тут друг и маразм оказался. Отличная логика. Но хоть сейчас смягчить решили. Спасибо и на том. Однако, если вы думаете, что на этом преследование за посты в интернете закончится, то вы ошибаетесь. Во-первых, и административка может доставить вам немало хлопот. Во-вторых, есть еще статья 148-я про оскорбление чувств верующих, по которой людей в России тоже могут привлечь. Тоже Матузну обвиняют не только по 282-й статье, но и по 148-й статье, как раз за оскорбление чувств верующих. Наказание по ней до трех лет лишения свободы. Так что вероятность оказаться в колонии из-за картинки или поста все еще остается. Ну и статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. По ней в России тоже судят. И она тоже предусматривает лишение свободы. Ее в путинских законопроектах о смещении нет. И все же думаю, что теперь уголовных дел за посты и за картинки станет меньше. Власти поняли, что уже стали преследовать случайных людей и вызывать этим волнение среди граждан. Поэтому и пошли на смягчение. Но преследовать по экстремистским статьям не прекратят, только будут делать это более выборочно. А это тоже плохо. Статей, по которым можно завести уголовное дело против никому не угрожающих людей просто за пост или за картинку, не должно быть вовсе. В Приморье самовыдвиженцам разрешили участвовать в выборах губернатора. Сделано это для того, чтобы недавно назначенный исполняющим обязанности губернатора Олег Кожемяка мог пойти на выборы самовыдвиженцам и не выдвигаться от Единой России. Олег Кожемяк единоросс входит в президиум регионального полицовета Единой России в Сахалинской области. В 2015 году он участвовал в выборах губернатора Сахалинской области и выдвигала его как раз Единая Россия. Так что же случилось? Неужели губернатор стесняется своей партии и поэтому не хочет от нее идти? Как же так? Это же партия власти. Ну-ка, Жемяков можно понять. Вот бывший исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко выдвигаться от Единой России не постеснялся. И что же вышло? Вышли скандальные выборы, когда кандидат от КПРФ выигрывал выборы в Приморье после подсчета 95% голосов, а потом взял и проиграл. В итоге эти выборы из-за фальсификации отменили. Тарасенко отправился в Росморрич флот, а исправлять ситуацию и прибыл Кожемяка. Кому же это нужно во второй раз? Вот он и не хочет. Хочет вернуть доверие и представлять интересы всех приморцев. Поэтому и идет самовыдвиженцам. Интересно, а когда в Сахалинской области он от Единой России шел? Он что, не хотел представлять интересы всех сахалинцев? Или дело в том, что у Единой России настолько низкий рейтинг в Приморье, что губернатор не хочет афишировать свою партийную принадлежность? Это далеко не первый случай, когда кандидаты Единороссы так делают. Вот, например, мэр Москвы Сергей Собянин. И на выборы 2013 года, и на выборы в этом году ушел как самовыдвиженец. При этом Собянин не просто какой-то рядовой Единоросс. Он член Бюро Высшего Совета Единой России. Вот он вместе с другими видными Единороссами следит за итогами выборов 9 сентября. Но от партии своей Собянин на выборы не идет. Знает, видимо, ее настоящие рейцы в Москве. Да еще и времена какие. Вон в Хабаровске и Владимире Единороссы взяли и проиграли кандидатам от ЛДПР. Как бы Единоросс не шел на выборы, он все равно Единоросс. Представитель партии власти, которая повышает пенсионный возраст. Так что призываю приморцев не верить ни в какие уловки и на выборах показать Единороссии и ее представителям все, что о них думает народ. Мосгурсуд оставил Алексея Навального под арестом. Это значит, что Навальный пробудет под арестом 50 дней подряд. Навального задержали 25 августа у подъезда его дома. Два дня он провел в УВД, пропустив при этом годовщину свадьбы. Его жена Юлия Навальная писала про это в инстаграме. 27 августа ему дали 30 суток ареста за забастовку избирателей, которая прошла еще в январе. На вопрос, почему так долго ждали, полицейский ответил, что найти не могли. 30 суток Навальный в спецприемнике отсидел, вышел и был задержан вновь, теперь уже из-за акции 9 сентября. По этому делу он получил еще 20 суток ареста. Таким образом, Навальный отсидит 50 суток подряд, а всего с марта 2017 года 140 дней, почти 5 месяцев, за митинги, за право говорить, что думаешь и требовать от власти того, что считаешь правильным. А что же случилось в марте? В марте вышел фильм «Он вам не Димон» и прошли всероссийские антикоррупционные митинги. И сразу после этого митинга Навальный был арестован в первый раз в 2017 году. Не дело против Медведева завели, не власти собрали пресс-конференцию, объясняя все про дачи виноградники. Нет, они взяли и арестовали автора расследования. Очень логично для России 2017 года логично. 12 июня снова был антикоррупционный митинг, и Навального снова арестовали, причем даже не дали дойти до акции, прямо в подъезде задержали. Снова логично. Хотел в День России потребовать борьбы с коррупцией? Нет, иди-ка ты 25 суток спецприемники посиди. При этом про борьбу с коррупцией Путин и другие наши чиновники продолжают регулярно говорить. Вот, например, в июне этого года Путин утвердил национальный план противодействия коррупции. Как звучит? Только послушайте, национальный план. Но дела по Медведеву не завели. Дмитрий Песков по-прежнему пресс-секретарь президента, а глава Росгвардии Виктор Золотов вызывает Навального на дуэль, пока тот в спецприемнике сидит. В прекрасной России будущего власть будет проверять героев расследований, а не сажать авторов фильмов о коррупции. И тогда план по борьбе с коррупцией будет работать, а не просто оставаться красиво написанным планом. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.